Многие ли из вас знают о том, что разработчики Gunslinger стали добавлять квесты? Пока их всего два, но они очень интересные. В этом видео я вам предлагаю взглянуть на них и посмотреть на качество их исполнения. Ссылка на официальную группу Gunslinger находится в описании. Не забывайте поддерживать видео лайком. Приятного просмотра! Ладно, на данный момент в Gunslinger мне известно о двух новых квестах. На один из них, который ввели в последнем обновлении, мы посмотрим сейчас. Для этого нам необходимо подойти к Сычу и взять квест «Лагерь наемников». На станции переработки отходов объявились наемники. Мне очень интересно, что же они задумали? Проберись к ним в лагере, найди любую информацию об их планах. КПК, документы, в общем, всё, что сможешь найти, приносишь мне. Уяснил? Тогда вперёд. Если умеешь работать без шума, это будет пара пустяков. Согласен. Появляется квест «Лагерь наемников» забрать любую найденную информацию. Ну и давай подойдём непосредственно к станции переработки отходов и подумаем, что можно предпринять. Если раньше в основном своём все штурмовали лагерь, и по стелсу пройти было невозможно, сколько я не пробовал, в оригинальном ЗП по стелсу не пройти, то сейчас... Поворачивай глобли, сталкер! Тебе здесь делать нечего! Лагерь наемников. Составить план действий. Лагерь наемников находится под серьёзной охраной, и незаметно проникнуть в него. Для поиска информации проблематично. Необходимо решить, как действовать дальше. Найти средство маскировки для скрытного проникновения, или же применить силовое решение задачи и забрать носителей информации с трупов противников. Можно пройти по стелсу. Но для этого нужно найти костюм, который поможет мне замаскироваться. Если пораскидать логически, где можно его взять? Сыч? Шустрый? Кто-то ещё? Я прихожу на Скадовск. Первым делом пробую поговорить с Сычом. Но диалогов новых нет. Давай попробуем с Шустрым. Нет, тоже ничего. И куда же идти? Но если проскинуть с мозгами, единственная невраждебная группа наемников для главного героя находится на цехах подстанции. Пошли туда, приходим к наемникам, говорим с главным. Предварительно, конечно, нужно принести еду, провизию, чтобы этот диалог появился. Тут можно и поинтересоваться, что делают наемники на станции переработки отходов. Не совался бы ты туда, не твоё это дело. Ладно. Мне нужен комбинезон наемника. Не знаешь, где можно было бы такой достать? Ха, ты тут не один такой нуждающийся. И зачем же он тебе? И тут есть несколько вариантов. Я хочу стать наемником. Посмотри сначала в зеркало на себя. Какой к чёрту из тебя наемник? Да ты на первом же контракте посыпешься. И ещё небось при этом создашь целое минное поле, демаскировав вонью всю группу. Или тебе жить надоело? Вредно самоубийцу не похож. А ну колись, зачем тебе костюм? Живо! Тут можно сказать правду. Это первый вариант. Второй вариант. Сказать, что об вашей экипировке ходят легенды. И третий вариант. Всё так же на этом настоять. Что я хочу наемником стать, что ты обо мне заботишься? Я не первый год в зоне, туда-сюда. Говорим этот вариант. Ладно, слушай сюда. Есть одна проблема. Разбивать лагерь в этой дыре у нас не было ни планов, ни желания. Не было. Пока мы на переходе не попали под выброс. Мать его. Еле успели унести ноги. Ещё бы минута-другая и всё, минус. Как понимаешь, двигать пришлось не просто быстро, а очень быстро. Вот только баулы на спинах совсем этому не способствовали. В общем, между вариантами оставить под выбросом снарягу и оставаться там самим, выбор был очевиден. Я приказал парням скинуть лишнее, планируя подобрать всё потом. Да только вот не срослось с этим. Я могу сходить за вашим снаряжением. Покажешь на карте примерно место, где вы его оставили? Место показать я могу. Да только смысла в этом нет никакого. Сразу же после выброса я отправил ребят за нашим шмотом. Они трижды всё там прочесали. На снаряге и след простыл. Очевидно, это какая-то собака приделала ей ноги за время нашего отсутствия. Знал бы кто, лично пристрелил бы. Да только вот зацепок никаких. А бесплатно отстреливать местное сталкерё на лево и направо боезапаса не хватит. Пусть военные тотальной зачисткой зоны занимаются. Это их работа. Я могу попробовать разыскать того, кто забрал ваше снаряжение. Либо, значит вам ещё нужна провизия. Либо, давай конкретнее. В общем, тут варианты все ведут к одному. В итоге он попросит меня кое о чём другом. Вычислить этого урода было бы весьма кстати. Но это не первоочередная задача. Я почти уверен, что нужные нам сейчас вещи он сразу же загнал к какому-нибудь барыге. Если, конечно, вообще не сдох на полпути к прилавку. Под тяжестью внезапно свалившегося на плечи счастья. Тогда какая помощь вам требуется? Короче, слушай сюда. Нам по зарезу нужны костюмы для работы в аномальных и особо аномальных зонах. Называются они SSP-99. Запомнил? Это самые лучшие в своём классе костюмы. Обеспечивающие непревзойдённую защиту от кислот, радионуклидов и прочего дерьма. Которого в зоне едва ли не больше, чем грязи. Одна беда. Они ни разу не в почёте среди местного сталкеря, так как пылестойкость у них нулевая. Но они сделаны как бы совсем не для перестрелок. У нас было два таких. И оба они теперь пропали в неизвестном направлении. Найдёшь хотя бы один, тащи к нам. Взамен так уж и быть. Мы обеспечим тебя комплектом самой лучшей в мире профессиональной экипировки. Идёт. Постараюсь разыскать костюмы. В общем, всё сводится к тому, что нужно найти костюмы. Ну, вообще, говорит, хотя бы один принести. Ну, посмотрим, хватит ли его одного. Зачем вам научные костюмы? Это не твоё дело, сталкер. Найдите сталкера, который обокрал нычку наймов. Поговорить с торговцем, с шустрым опять-таки. Может, к научникам заявиться? Давай посмотрим. Забавный вариант, если сказать правду, мне нужно скрытно проникнуть в лагерь наёмников. А, вон оно как. Ну, сталкер, тогда ты пришёл по адресу. Давай к нам в лагерь. Решим сейчас твои проблемы. Понял. Вот так вот. Лучше не говорить такого. Не знаешь, где можно раздобыть научный костюм? ССП-99. Хм, редкий костюмчик. Строги сталкеров они популярности себе не снискали. Хотя, да. Пару дней назад сюда как раз заходил один сталкер в таком. Представляешь, продал мне целую коробку импортной тушёнки и сухпоёв. А потом напился до беспамятства. Так вот, он ещё хвастался, что у него, черт ли, не целый склад таких костюмов припасён. Правда, я что-то сомневаюсь в правдивости его слов. Но попробуй поговорить с ним. Чём чёрт не шутит? Спасибо за наводку. Как я могу найти этого сталкера? Ну, вот тут я тебе ничего не скажу. С того момента больше я его в нашем баре не видел. Но не думаю, что он ушёл куда-то далеко. Попробуй поискать в окрестностях Скадовска. Его костюм сложно не заметить. Вот, что нам рассказал Борода. Что скажет Сыч? Мне нужен защитный костюм ССП-99. У тебя случайно нет таких? Есть. Не самый ходовой товар, но тебе повезло. Как раз на днях один сталкер притащил. Есть минус. Подлатать его я ещё не успел. Так что состояние у него так себе. Но ничего, сделаю на эту скидку. В общем, 20 тысяч и он твой. Говоришь, тебе его принёс сталкер? А не расскажешь поподробнее о том, кто это был? Своих клиентов и поставщиков я не сдаю. А в их дела стараюсь не лезть. Так что, по твоему вопросу, мне сказать нечего. Сталкер, да и сталкер. Каких в окрестностях Скадовска много. Мне главное, что товар качественный. И никаких частей предыдущего владельца внутри костюма не нашлось. Будешь брать? Слушай, мне этот костюм нужен для того, чтобы обменять его на экипировку наёмников. А экипировка наёмников мне требуется для скрытного проникновения в их лагерь за информацией. Между прочим, по твоему заказу. Отдай мне костюм бесплатно. Или хотя бы по себестоимости. Это ведь и в твоих интересах тоже. И что с того? Знаешь, мне по большей части плевать, зачем тебе этот костюм сдался. Сам подумай. Завтра тебя не ровен час пришьют эти самые наёмники. А я останусь в чистом убытке. Без информации и без костюма в придачу. Так что, не пойдёт. Наемники наёмниками, а костюм костюмом. Это разные и для меня никак не связанные между собой сущности. В конце концов, тебе же никто не мешает добыть требуемую информацию иным путём. Выбер за тобой. Так ты будешь брать костюм или нет? Мне нужно время, чтобы подумать над этим продолжением. Вот так вот, представляете? То есть, бесплатно он мне его не даст. Что по поводу Шустрова? Я ищу одну редкую вещь. Может, сможешь мне помочь? Но редкие вещи, это по нашей части. Так что, говоришь, тебе нужно? Научный костюм из СП-99. Да, давненько таких не видел. Так, дай-ка подумать. Есть у меня один человечек из тех, кто работал в научной лаборатории на Интере. Так что, раздобыть эту штуку я, наверное, смогу. Но стоить это будет 40 тысяч. Причём 5 тысяч из них нужно прямо сейчас. И да, по данному заказу я не могу гарантировать, что достану его быстро. Дороговато выходит, я подумаю. Итак, что мы имеем? 20 тысяч у Сыча. Но костюм будет поломанный. Но костюм будет маленько поровный. А наёмникам нужен новый. Понимаете, в чём дело? 40 тысяч у Шустрова, но новый. Однако плюс надо подождать несколько дней. Или найти Сталкера. Или найти Сталкера где-то на Затоне. И у него, возможно, будет костюм. Хм, а что если я сбегаю к учёным на Юпитер и поговорю там? Мне нужен защитный костюм ССП-99. У тебя, случайно, нет таких? Не, слишком узкоспециализированная вещь. Воевать в таких чистое самоубийство. Так что ни среди наших, ни среди долгарей, такие штуки спросом не пользуются. От лап мутантов защиты эти костюмчики тоже не дают. Так что и Сталкеры ими не особо интересуются. А раз устойчивого спроса на эти костюмы нет, то и торговать ими мне не особо выгодно. Бывай. Хорошо. Самое последнее логическое место, где такое может быть, это лагерь учёных. Кстати, ССП, как вы знаете, добавили в Гансе. Его не было в оригинальном Сталкере. ЗП. Да, в него можно было одеть Соколова, второго пилота Ската. Но самому померить? Без вариантов. Однако сейчас в игру это добавили. С этим делом уже можно спускаться в путепровод. Так, Номиков. Не знаешь, где можно достать защитный костюм ССП-99? Да, знакомый костюмчик. Раньше наши исследователи только в них и работали. Но теперь все научные экспедиции перешли на обновлённую модель. ССП-99М. Обладающую хоть какой-то защитой от пуль и когтей мутантов. Оригинальный ССП-99 пуль не держал совсем. И у кого они ещё остались, не знаю. У нас на складе точно таких нет. Вот так вот. И учёные мне не помогут. У них туда действительно висит ССП-99М. А можно я этот возьму? У него можно тоже спросить про 99-ый. Но он тоже самое говорит, что нет никаких вариантов. Хотя было бы здорово, если бы можно было получить вот этот костюм зелёный. И отдав его, я получил бы какие-то плюшки. Типа костюм лучше. Побродив немного по затону, мы приходим на лесопилку. Кстати, в руках у меня гроза. Новое оружие, добавленное в Ганс. Очень ждал его. Это ещё версия толково не прокачанная. Да, я какие-то улучшения сделал. Вот можно посмотреть. Даже рукоять тактическая. Но можно ещё лучше обвесить. Итак, что мы замечаем? Оранжевый костюм, который явно бросается в глаза. Мёртвый сталкер находится на лесопилке. Бизон, Глок. Зовут сталкера химик, аватарка монолитовская. Но это самый костюм эколог. Пробуем отдавать наёмникам. Пришёл я со сломанным костюмом. Что он скажет? Я принёс научный костюм. Взгляни. Так-так. А если мы сейчас тебя в это решето упакуем, да в газировку окунём с головой. Как думаешь, долго протянешь? Давай целый тащи. Это в твоих же интересах. Пока. Сломанный костюм он не хочет брать. Я нафармил немного артефактов, которые собираюсь прямо сейчас продать и починить свой костюм. 96 тысяч. Однако на всякий случай мы возьмём и второй костюм 20 тысяч. Слишком дорого за костюм, который вдобавок придётся чинить. Небось сам ты его выкупил тысяч за 5. Если скинешь цену до 10, забирай прямо сейчас. Ну, теперь уже ты палку перегибаешь. Я что, себе в убыток работать должен? Ну ладно, в счёт будущего сотрудничества так и быть. Отдам тебе костюм за 15 тысяч. Но это только если заберёшь прямо сейчас. Если будешь думать, цена повысится. Всё равно слишком дорого. Готов забрать максимум за 10. Кому-то этот костюм ещё потом продашь. Будет неделями пылиться под прилавком. Только место зря занимать. А так и ты не в убытке. И вкладываться в ремонт костюма не надо. В общем, я думаю, надо забрать на 15. Не жадничать. Но я посмотрю, что будет, если сказать этот. Эээ, ты что, совсем обдомбел? Всё, 20 тысяч и ни копейка меньше. Не будешь брать, возьмёт кто-нибудь другой. Климентов у меня много. Беру. Всё, всё-таки за 20. То есть на 15 надо соглашаться. Но ничего страшного. Итак, рваные костюмы наёмникам отдать не вариант. Поэтому чиним. Раз, два, ремонт 20 с чем-то тысяч. Идём к наёмникам. Кстати, гроза теперь ещё лучше раскачана. Можно посмотреть. Выглядит очень, конечно, круто. Чёрная, стильная. С этими планками. Анатомическая рукоять. В общем, всё. Очень круто. Фонарик. Это ещё далеко не полностью. Там нужен просто инструмент для калибровки. Ну что, я прибыл? С двумя костюмами. Я принёс научный костюм. Взгляни. Дай-ка сюда. Да, это то, что нужно. Что насчёт экипировки? Не так быстро, сталкер. Ты забыл, что у нас было два таких костюма. Один ты принёс. Теперь тащи второй. Да будешь, там и поговорим. И тут смотрите. Поговариваю, что если бы моя экипировка была лучше. Ну, гроза, я думаю, хороший автомат. Но вот броня. Ну, или может быть, ещё какой-то автомат лучше. То тогда наёмники бы взяли только один. Вроде как. Ну, так как моя снаряга фигня? Погоди. Но мы же договаривались проводить костюм. Уговор есть уговор. А давай комбинезон. Хм, ладно, уговорил. В конце концов, ты ведь действительно помог нам. Вот, держи. Не набьё, конечно. Немного поношен. Вот, и если таким макаром, то он даёт покоцанный костюм. Но если бы я отдал второй комбез, тогда костюм был бы новый. И опять-таки, если бы крутая снаряга, то можно пригрозить, как я понял. И тогда он даст заднюю и даст новый костюм за один броник ССП. Кстати, новый костюм наёмников имеет отличнейшую защиту гашения удара. Просто сумасшедший. Это он ещё не прокачан толком, представляете? В общем, идём к наёмникам. Аккуратно. Вон он стоит. Как видите, меня никто не трогает. Главное, не привлекать к себе никакого внимания. Здорово. Поднимаемся наверх. Ого, он на меня смотрит, подожди. Может ли это вызвать у него вопросы? Нет. Странно. Эй, мужики, я в трубу залез. Значит, смотри, спускаемся тут по трубе этой. Интересная фишка. Время на ноутбуке синхронизировано с временем в ПДА. То есть 10.01. Как видите, тут стрелка прям двигается, кстати. Это заметно, она двигается. Круто, да? Не правда ли? Но! Есть одно большое но. Брать у всех на глазах нельзя. А ну-ка, если я вот так спрячусь. А тот меня видит. Сейчас он отвернётся и попробуем сточить. Всё, он отвернулся. Берём. Отлично. Унести любую найденную информацию. Что там? Торговец, еще обещал хорошо заплатить за любой носитель информации найденный в лагере наёмник. Его интересуют планы наёмников. Вот что, смотрите. Как мы знаем, что это что? Всё, я доигрался. Как вы знаете, тут ещё есть два ПДА у наёмников. Крюк и ещё какой-то. Но! Так, всё, обратно в трубу. И текаем. Если мы пройдём по стелсу, то для нас кое-что откроется. Не очень хорошо приземлился, но ничего страшного. Всё, бежим к сычу. Думаю, тебя заинтересует. Ноутбук из лагеря наёмников на станции очистки. Летующий. Договорились. Получено достижение мастер перевоплощения. Опа. Что это за достяга такая? Будучи опытным сталкером, вы прекрасно знаете, что сегодняшний союзник завтра может превратиться во врага. И наоборот. При выполнении задачи вы стараетесь не привлекать к себе излишнего внимания. И по возможности ищите бескровные способы для достижения своих целей. У сыча теперь вы можете приобрести глушитель на практически любое оружие, встречающегося в зоне. А вот, кстати, гроза с глушителем, который я купил у сыча. Посмотрите. Да, кстати, стал медленнее стрелять, потому что я вкачал минус темп стрельбы 20%. Для того, чтобы пушка стала точнее и лучше. Выглядит очень серьёзно и красиво. И это ещё там без гранатомёта. Значит, вот все глушители сыча, которые он продаёт. Абсолютно все в игре для всего на свете. Благодаря достижению. А так, я не знаю. Если бы я, допустим, решил силовым путём, то что бы было? Какой-то глушитель я бы никогда не купил. Или купил на последних этапах. Не знаю. Но тем не менее, вот так вот. Новый квест номер 2. Вернее, на самом деле, этот первый добавили, а вот который мы проходили с наймами второй. Но тем не менее, коряга. Слушай, есть тут одно дельце. Не хочешь немного прогуляться и заодно позаработать? Что за дело? Излагай. В общем, дошли до меня вести, что в пещере близ футера. Ну, того самого, который до сих пор подыхает. Так вот, должен там быть необычный артефакт. Интересует? Откуда у тебя такие сведения? Я ни о чём подобном не слышал. Ха! Да где ж тебя слышать? Чаще надо в нашем баре появляться. Короче, стою я тут пару дней назад, опустошаю. Понимаешь, стаканчик очередной. И вдруг доносится до меня разговор Бороды с алиби сталкеров. И вроде бы как я и не хочу этого слышать. Да вот рот-то Бороде не заткнёшь. В общем, дал Борода мужику наводку на арт. Мужик по ней двинул, и всё. С тех пор от него ни слуху, ни духу. А Борода просто так отправлять людей не будет. Сечёшь, артефакт этот там точно есть. И позарез Бороде нужен. Чуй-ка чую. В общем, не сходишь туда, пока Борода ещё не устал ждать вестей, и никого другого за ним не отрезил. Борода человек щедрый. За такой неожиданный подарок заплатят хорошо. А мы прибыль от этого дела поделим по-братски. Половину мне за инфу, половину тебе за труды. А почему сам не сходишь? Тогда делиться ни с кем не придётся. Эх, мужик, мужик. Вроде бы умный. А вопросы задаёшь глупые. Но ты сам посмотри на мой костюм. Как думаешь, долго я протянул внутри тамошней жару вне? А вот твоя экипировка? Другое же дело совсем. Прям небо и земля. Ну ладно, а почему ты предлагаешь это именно мне? Я же могу и в одиночку Бороде его отнести. А тебя не про делах оставить. Это вряд ли. Ты ведь честный человек. Вон как мне здорово помог с кейсом. А ведь кто-то другой на твоём месте мог бы весь мой хабар себе прихватить. Ну так что, по рукам? Только не распространяйся особо. Абарти. Ладно? Хорошо, я проверю. А проверить мне нужно ту самую пещеру. Один из сталкеров утверждает, что в пещере, рядом со сгоревшим хутором, находится странный артефакт, на котором можно неплохо заработать. Необходимо найти его и принести на Скадовск. Бороде, можно что-то сказать по этому поводу? Нет. Ну что, каким-то макаром надо попытаться это сделать? Я тогда гранаты возьму? Не нашёл я таблеток от пси-излучения. Походу, пройдётся так. Вот та самая пещера, куда мне предлагают зайти. Но что-то мне кажется, ничего хорошего меня там не ждёт. Как вы думаете? Ну-ка пошли. Выходи отсюда, мужик. Угу. А! Беги, 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 беги! Нет, нет, нет! Блин, это было... Я испугался, я прям очень испугался. Тварь живущая! Ой-ё-ё-ё-ё! Так, с этой тварью очень опасно. Очень жёсткая, мне страшно. Не, в газе контролёры сделали жёстким. Подожди, а контролёр получается в ЗП только один раз встречается? Вот в этом месте? Как же мне нравится этот автомат. Я с ним играю, потому что в грозе патроны кончились. На начальном этапе на этой локации их достать почти нереально. И саму грозу, чтобы добыть, я вначале сбегал на другую локацию, по-быстрому. Там взял грозу и вернулся сюда. Ого, видите, как светится? Чё это глаз? Отсюда не видно. Ладно, идём дальше. Это чучело. Надо замочить. Меня ещё не поин... Ты тут? Ага. Сдох. Да, такие вот замочили. Он очень тварь живучая. Но тем лучше. Кстати, по поводу бюреров. Бюреров вроде пофиксили в новую версию. У меня версия от 12.06. Бюрери пофикшены. Так что, может, не бояться. Антибиотик, барвинок. Подбираем всё, что есть. Ну и находим того самого сталкера. Майрон. Видимо, его послал Брода, как нам рассказал человек. Так, а артефактов тут что, нет? Что по квесту? Найти необычный артефакт. Но нет никакого артефакта. Даже если достану Велес, лучший детектор, то никакого артефакта мы не находим. Это что же, меня обманули? А ну пойдём посмотрим. Пообщаемся. С корягой. Сообщите о результатах поиска. Действительно, я ничего не нашёл. Побывал я в той пещере. Не было там никакого артефакта. И анамалии никаких в ней тоже не было. Зато знаешь, кого я там встретил? Контролёра, твою мать. Чуть мозги свои на стенах той пещеры не оставила за этой мрази. Что ты на это скажешь? Какого ещё контролёра, мужик? Ты чё несёшь? Если ты там был, так давай сюда, арт. Соблюдаю уговор. Или твоего носа вообще в той пещере не было, и ты дурить меня вздумал? А? Два варианта. И что же это получается? Вот так вот, вынь доположь тебе арт, и при том не важно, был ли он там вообще или нет, и не желаешь ли тогда и ты мне деньги забыл, сколько отстегнуть? Или я должен бесплатно ходить по башку себе отстреливать? А то может и тебя отстрелить? Чего за компанию? Как думаешь? Какие ещё деньги, урод? Ты ничего не попутал. Наш уговор был простой. Сначала сдаём арт, а потом делим деньги. Нету арта, нету бабок. А пальба на нашем судне запрещена, если не знал. Так что угомонись, пока тебя не угомонили. Да и вообще, а не пошёл бы ты. Не хочу больше иметь с тобой дел. А ведь с виду казался приличным человеком. И ты думаешь, что такие дела просто так тебе с рук сойдут? Ошибаешься. Скадовск тебя вечно защищать не будет. Ответить за всё тебе когда-нибудь придётся. Это я тебе точно могу обещать. Вот так вот. Второй вариант. Арт тебе дать. Ишь, что захотел. Тебе бы пулю промеж глаз посадить за такое. Придётся расплачиваться за эту поставу. Я тебе не мальчина по бегушках. Бесплатно ходить, с головой рисковать. Гони деньги. То же самое, какие деньги, урод. Но и тут у бороды есть диалог. Есть новости. Неподалёку от Скадовска завёлся контролёр. Контролёр, говоришь? Это плохо. Лучше мне рядом со сгоревшим хутором эта тварь обосновалась. Да, именно там. Погоди. Неужели ты уже слышал про него? К сожалению, да. Одна из групп наших ребят тоже недавно наткнулась на него. Увы, вернуться из той вылазки посчастливилось не всем. Один из них пожертвовал собой ради того, чтобы выжившие рассказали об этом всем остальным. Контролёр мёртв. Да, я уже знаю. Вижу, тебе тоже коряга похвасталась со своим успехом. Да чего же смекались ты, молодёжь? Нам на смену приходит, а? Только вдумайся. Буквально вчера рассказал ему об этой проблеме, а сегодня он её уже решил. Молодец парень. Далеко пойдёт. Хотя по его виду и не скажешь. Не правда ли? В общем, коряга типа решил проблему моими руками. Такие дела. Что будет, если я не поговорю с корягой, а подойду к бороде раньше? Я ещё не поговорил с корягой? Говорим про контролёра. Контролёр, говоришь? Да, именно там. Контролёр мёртв. Даже не буду расспрашивать и подробностях того, как ты с ним справился. Вот. Держи лучше заслуженную награду. Добрая половина тех, кто в курсе, уже скинулись на свинцовый гроб для этого психотерапевта. И вот ещё держи. Это тебя за счёт заведения для успокоения и лечения нервных клеток. Кстати, заказ на этого контролёра уже взял один смельчак. Коряга зовут. Так что можно сказать, кому-то из вас явно повезло. Надо будет сообщить ему о том, что контролёр же не представляет никакой опасности и заказ более не актуален. Вот так вот. Что же он скажет теперь? Побывал я в той пещере. Не было там никакого артефакта и аномалий. Зато там был контролёр. Какого ещё контролёр, мужик? Ты меня дурить думал? Дурить, говоришь? Это ещё кто кого дурит. Борода сказал, что ты взял у него заказ на этого контролёра. Так что ты прекрасно знал о том, что ждёт меня внутри пещеры. И наверняка ты также знал о том, что никакого артов в этой пещере нет и в помине. Решил чужими руками выполнить заказ, а награду забрать себе это называется подставой. А за подставу надо расплачиваться. И тут зона даёт тебе справедливый выбор. Или ты платишь деньгами, или расплачиваешься своей жизнью. Выбор за тобой. И да, Бороде за чужой наградой можешь уже не идти. Не получишь ты ничего. Какие ещё деньги, уроты? Ничего не покупал. В общем, то же самое он говорит. Всё сводится к одному. А тут хотя бы можно награду 6 тысяч получить от Бороды, если к нему сначала подойти. Ну что, как вам два квеста? Лично мне очень нравится, что в Гансе стали добавлять квесты. Всего лишь парочку пока, но они очень хорошо вписываются в контекст S.T.A.L.K.E.R. Z.P. Вот они прям как будто, знаешь, задуманы разработчиками оригинальной игры. Не вычурные какие-то, а прям балдёжные. Пишите в комментариях, что думаете. Я разработчикам желаю только удачи и ещё добавлять квестов, потому что интересно. Они, видишь, такие заковыристые, можно так, можно этак. Как в оригинальном, я же говорю. Не забывайте оценивать видео. Будем дальше следить за развитием Ганснигер. Ссылка на группу находится в описании. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok